Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. Ну и, собственно говоря, как мы помним, это пятница, а пятницу у нас мы подводим итоги. На самом деле, господа, очень интересная была на самом деле неделя. Я, в принципе, вам говорил, что будет очень много событий, но так получилось, что их стало даже больше, и они буквально развивались прямо изо дня в день. Значит, смотрите, давайте вначале подведем итоги по непосредственно, где мы в итоге оказались в конце недели. Ну, смотрите, вот он тренд до 76, вот так вот направленно, в принципе, и дошел, да. Я вам говорил, что ждал я непосредственно коррекции в районе 75, но ситуация поменялась, все-таки курс рубля перестали поддерживать, ну, я имею в виду рубль укреплять, и фактически получилось так, что мы в итоге ушли на закрепление 76. Смотрите, на самом деле, почему это все происходит? Ну, во-первых, я вам говорил, да, что когда мы с вами смотрели, когда даже непосредственно доллар демонстрировал слабость, рубль никоим образом не укреплялся, да. Ну, давайте посмотрим, что у нас сегодня происходило. Вот смотрите, видите, у нас доллар упал, вот сегодня даже, это очень показательно, со 105.20, да, ушел до 104.05, вот сейчас восстановился немножко за 104.50, да, время еще 22.35, то есть сессия пока еще продолжает торговая, ну, как бы, двигаться, да, но на самом деле, как бы, каких-то серьезных, сильных изменений я уже не жду, поэтому уже записываю видео. Значит, смотрите, а что происходило у нас с долларом рублем, вот смотрите, да, видите, по большому счету, при том, что доллар упал, у нас мы видим конкретно по курсу наоборот, как будто доллар растет, то есть индекс доллара у нас демонстрирует падение, да, вот прям буквально там с 3 часов, 16.30, оно падает, а мы видим, что здесь в 16.30 никаких изменений, то есть никаким образом рубль в этот момент не укрепился, и фактически мы остались ровно в этом, 76, и фактически уже двигаемся в сторону 76.50. А что, господа, произошло, смотрите, значит, непосредственно в 4 часа, да, ну, давайте сразу по порядку, значит, смотрите, что мы сегодня ждали, решение по процентной ставке в Японии, по факту они, в принципе, эти ставки прошли без изменений, да, дальше, пресс-конференция Банка Японии, ну, там, что он сказал, я, как бы, не нашел пока этой информации, также, кстати, не нашел, что, в принципе, сказал ЕЦБ, представитель именно этот, понятно, да, дальше, смотрите, был еще выступление ЕЦБ, тоже Маккол, тоже, в принципе, этой информации пока нету, дальше ситуация следующая, изменение числа занятых в несвязь хозяйственном секторе в США, вот это, господа, все, в принципе, и ждали, это как раз и происходило у нас в 16.30, вот в этот момент как раз вышли данные, кстати, вот давайте посмотрим по нефти, какая была реакция, обратите внимание, ну, давайте сразу начнем с того, что нефть, конечно, укатали, помните, да, с 86 ее опустили вплоть до 84 вначале, потом мы 84 пробили, и в итоге угнали аж до 80, но участок мы восстанавливали 82. Про 80 мы помним, да, что здесь защищенный уровень, который, в принципе, защищен непосредственно, прежде всего, саудитами, они, как бы, не дают все равно нефти упасть ниже, да, потому что мы помним, что там у нас находится фактически их бюджет, сверстанные на 78, да, и 80 мы, естественно, отстояли, это все было логично, и, кстати, обратите внимание, все равно лои у нас подтягиваются, то есть все равно, по большому счету, нефть смотрит вверх, я, естественно, жду также продолжения восстановления за 84.50, все, что я вам рассказывал, в принципе, ничего не поменялось, цель вот эта у нас все время отрабатывается, обратите внимание, все время мы к ней приходим, а с нее опять начинается новый рост, что, в принципе, также должно произойти. События, на самом деле, довольно интересные, смотрите, прежде всего, все начинается, на самом деле, господа, вокруг теперь госдолга, что у нас произошло буквально вчера, и еще, как говорится, все это дело окнулось сегодня, да, вот я пока не буду говорить про статистику, потому что надо просто понимать, что какие сейчас происходили события, значит, смотрите, с банковском секторе в Америке начались проблемы, первый был Silvergate, да, это тот, который был связан с криптой, он вначале фактически объявил о своей ликвидации, да, после того, как произошло банкротство FTX, да, дальше смотрите, сегодня СБВ упал, а в нем картина была какая, значит, СБВ, он фактически стал распродавать свои активы, облигации и акции для того, чтобы срочно пополнить баланс, для того, чтобы вот за требования, которые пошли по вкладчикам, вкладчики стали запрашивать деньги и резко стали уходить деньги с банка, для банков это самое страшное, когда начинает уходить ликвидность, и это фактически ведет, ну, фактически к краху банковской сферы, да, мы помним в Лимон-Бразовсе, как это происходило, и это все, господа, происходит на фоне как раз укрепления ставок, почему я вам вот так вот все это витиватое сейчас начинаю рассказывать, потому что на самом деле это все ведет к тому, что мы начинаем возвращаться к той теме, которую я вам говорил до этого неоднократно, что ставки не безграничны, постоянно их поднимать нельзя, рано или поздно это начнет провоцировать фактически финансовый крах, и по большому счету, к этому сейчас все начинает идти. Обратите внимание, что доллар у нас на самом деле, помните, я вам говорил, что когда индекс доллара достигал там в районе 112, да, но это мы просто сейчас в пятиминутку смотрим, поэтому не увидим сейчас эту картину, а если мы посмотрим непосредственно на дневку, да, то мы увидим, вот он вот этот пик был, да, 112, 113, и вот здесь что произошло, помните, начались проблемы с британскими банками, с евро, они европейские банки фактически чуть не оказались в дефолте, это было связано с тем, что американцы поднимали ставки, а Европы нет, и они как бы не смогли нивелировать это непосредственно воздействие против, соответственно, доллара, все остались под давлением и фактически чуть не рухнули, потом встречался МВФ и так далее, они все это дело перетирали, обсуждали, и в итоге потом доллар начал постепенно снижаться, да, а ставки, как мы помним, они продолжали расти, и уже после этого тот же ЕЦБ и так далее тоже начал эти ставки поднимать, и вот смотрите, что получается, сейчас у нас индекс доллара уже далеко не на этих значениях, а ставки-то у нас все растут, все выше и выше, и, собственно говоря, при даже значениях более мелких по непосредственно индексу доллара, да, а финансовые системы не выдерживают, потому что чем выше ставки, как мы уже говорили, тем начинается все больше проблем в финансовой сфере, потому что, естественно, дорожают и кредиты, которые новые выдают, и те, которые надо гасить, и это все в итоге, как карточный домик, начинает рушиться, да, вот эти вот процессы были в итоге запущены, и к чему они, господа, прежде всего привели? А привели они вот к чему, смотрите, облигации у нас, смотрите, видите, что происходит? Помните, они уже доходили практически на пятерку там, да, прям росли усиленно-усиленно, и тут на тебе, полетели, смотрите, что с десятилетками. Это все происходит вот как раз на том, что уже все начинают понимать прекрасно, что по факту уже со ставками надо останавливаться, со ставками надо останавливаться, и тут мы уже возвращаемся к курсу доллара-рубля, это говорит нам о том, что несмотря на то, что рубль фактически не сопротивляется, можно сказать, доллару, да, при этом мы видим, что он уже постепенно приходит тоже к диапазону, который уже, скорее всего, станет конечным. То есть, понятно, рубль не укрепляется, почему я сейчас вам тоже все это расскажу, да, а непосредственно доллар уже находится на пределе, ему уже тяжело. А теперь смотрите, господа, почему это все у нас происходит? А все это, господа, происходит прежде всего потому, что Госдолг США, про который мы с вами говорили, он даже до сих пор не принят. Я вам вчера рассказал, что Байден огласил свой бюджет, который фактически теперь должны были принять республиканцы, уже понятно, что они его не примут, республиканцы уже выдвинули свои требования. В общем, что сейчас начинается? Сейчас начинается борьба за принятие этого Госдолга, то есть, непосредственно расширение потолка. А для того, чтобы его принять, да, я вот в канале сегодня все это дело, господа, кидал, да. Смотрите, я вам сейчас покажу момент один. До этого я еще в канале кидал информацию по этому поводу, смотрите. Был такой у нас там пунктик, смотрите. Может потребуется какая-то рыночная неразбериха, чтобы заставить Конгресс действовать. Вот эта фраза фактически и выражает то, что начинает происходить. То есть, сейчас создаются проблемы на рынке для того, чтобы заставить республиканцев принять этот непосредственно потолок без каких-либо дополнительных условий. Теперь смотрите дальше. Начинаем смотреть, что у нас в итоге сегодня происходит и еще. Вот он у нас, кстати, та информация. Вот смотрите. Республиканские консерваторы в кокусе Свободы Палаты представителей требуют сокращения расходов не менее чем на 3 триллиона долларов в течение 10 лет в обмен на поддержку увеличения потолка долга, что является начальной заявкой на переговоры, которые наверняка будут отклонены президентом Джо Байденом и демократами. Группа заявила, что рассмотрит вопрос о голосовании за увеличение потолка долга, если Конгресс сначала примет временный законопроект на год, сокращающий внутренние расходы до уровня 2022 финансового года. Сокращение на 130 миллиардов долларов, если оборона будет сохранена, если только комитеты Конгресса по ассигнованиям не договорятся о более целенаправленных сокращениях и крайний срок государственного финансирования 30 сентября. Дискреционные расходы будут расти всего на 1% в год в течение еще 9 лет в соответствии с планом Freedom Kacos. Вот смотрите, о чем это нам говорит. Это говорит о том, что начинаются вот эти вот качели. То есть республиканцы будут выдвигать свои условия, демократы свои, и все это приведет в итоге к полной абсолютно, фактически, скажем так, неустойчивой ситуации на рынках, потому что все будет бросать из стороны в сторону, в том числе и с валютами. Но с валютами, смотрите, какой еще интересный момент. Смотрите, мы, значит, сегодня, как я уже сказал, ждали вот это первичные заявки на получение пособий по безработице. А помним мы, да, что непосредственно Байден нам заявил о том, что они собираются сделать так, чтобы рынок труда фактически в Америке резко сократился. И что я могу сказать, господа, это началось. То есть число первичных заявок на получение пособий по безработице, они стали у нас увеличиваться. Дальше. Сегодня мы что ждали? Мы сегодня ждали, да, изменение числа занятых в несокозяйственном секторе. Что они показали? А они, господа, показали впервые. За это время обычно все время они показывали, что они только наоборот росли, а сегодня вот уже показали, что они сокращаются. Более того, средняя почасовая заработная плата тоже пошла на снижение. И уровень безработицы в США тоже начал расти. То есть это все говорит о том, что в Америке начинаются вот эти процессы рецессионные, которые, по идее, должны, соответственно, задержать экономику, соответственно, привести к тому, что инфляция начнет снижаться. Ну и, как мы понимаем, естественно, это все будет давить на цену на нефть, да? А теперь смотрите дальше. Еще мы сегодня ждали. Это, прежде всего, индекс потребительских цен в России. Это для чего нам надо было? Правильно, я вам говорил о том, что это нам покажет, насколько, собственно говоря, инфляция в России растет. И, соответственно, это будет отражаться на возможность принятия ставки по повышению Центробанка в России. А также, соответственно, это будет говорить о том, насколько вероятность того, что начнут и дальше продолжать возможность давать, укрепляться доллару, и, наоборот, не поддерживать рубль, да? В зависимости от этих данных. Ну и что мы сегодня их получили, господа? Вот смотрите. Все у меня в канале тоже есть. Инфляция в Российской Федерации в феврале 2023 года составила 0,46%, после 0,84% в январе, сообщил пятницу Росстат. О чем это говорит? Инфляция начинает снижаться. Годовая инфляция по данному Росстату в феврале замедлилась до 10,99%. Аналитики также ожидали замедления на 11,0% с 11,77% на конец января и 11,94% на конец декабря. Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и подверженный влиянию факторов, которые вносит административный, а также сезонный характер феврале 2023 года, составил 100,13%. Годовое выражение базового индекса цен на феврале снизится до 112, со 113,72%. Ну и так далее. Да, не буду я все зачитывать. Кому интересно, можете зайти. Все в канале есть. Там всю важную информацию я всегда кладу. Значит, смотрите. Ситуация в чем? Это говорит нам еще раз о том, что почему так, собственно говоря, уверенно чувствует себя рубль, да, и никуда он не укрепляется. То есть он фактически остается, никаким образом не поддерживаем, да, потому что по факту, смотрите, инфляция у нас получается не разгоняется. Мы помним, что бюджет нам надо заполнять. То есть, соответственно, чем выше будут непосредственно курс, тем, соответственно, бюджет будет больше, как говорится, заполняться, да. Но при этом, как мы видим, риска инфляции нет. Теперь смотрите дальше. Еще один момент. Еще один момент. Следующий. Тенденция к снижению курса рубля, в особенности в отношении токсичных валют, сохраняется в условиях слабости внешних сырьевых площадок, ну, мы это видим, да, проблемы с нефтью, которые давит доллар, и быстрого восстановления импорта, а также пока ограниченного предложения валюты со стороны экспортеров. Естественно, мы ждем, да, там у нас НДПИ скоро будет в 20-х числах, да. Дальше смотрите. Помните, я вам про что все время говорил 76, 76,50. Вот смотрите, что пишут аналитики. Уровень сопротивления росту доллара в 76 рублей пока остается достаточно устойчивым. С возможным кратковременными выходами из диапазона в район 76,5. То есть то, о чем я вам говорил до этого намного раньше. Теперь смотрите дальше. Сигналы о проблемах, возникающих в банковском секторе, ограничивают возможности Федрезерва в плане дальнейшего повышения ставок, считают эксперты. Это то, что я вам только что перед этим рассказывал, да. И вероятность подъема ставки ФРС на 50 байсных пунктов в марте теперь оценивается рынком в 50%, а не в 75, как до появления информации о проблемах со СВБ. Вот и все. Ровно то, о чем я вам и говорил. То есть ставки конечны. Поднимать их уже все время не получится. Рубль, как мы понимаем, теперь, естественно, его поддерживать никто особо не будет, потому что мы видим, что ситуация, которая складывается непосредственно в экономике России, достаточно устойчива. А тут, кстати, вот, пожалуйста, тоже в моем же канале есть информация по поводу, что говорил Набиулина. А она говорила, в последнее время произошли важные изменения. С одной стороны, заметно ухудшились условия внешней торговли, снизили цены на российскую нефть. С другой стороны, ситуация в экономике складывается лучше октябрьского прогноза. Напомню, это она говорила еще в феврале. Продолжается сдвиг в структуре спроса, потребление остается сдержанным, частные инвестиции замедляются, но растут бюджетные расходы. При этом, проинфляционные риски в целом увеличились. Поэтому в текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения. Но дальше смотрите, что она говорит. Целесообразность изменения ставки будет определяться развитием ситуации. Вот и все. То есть, если бы сейчас мы видели картину, что инфляция у нас начинает разгоняться, вот тут мы могли бы задуматься о том, что возможно рублю начнут оказывать какую-то поддержку. Это раз. А во-вторых, соответственно, возможность повышения ставки у нас бы резко выросла. А в данной ситуации мы видим картину обратную. Во-первых, получается, инфляция у нас не растет, более того, даже замедляется. Это в России. В Америке проблема, связанная с финансовым сектором, в итоге приводит к чему? Что надо замедлять ставки, а значит, укрепление доллара уже начинает останавливаться. Это опять же говорит нам о том, что опять же начинает возникать вот этот диапазон. Плюс, соответственно, вот эта ситуация, борьба между республиканцами и демократами и, соответственно, не принятый еще госдолга потолок, соответственно, опять же будет приводить к тому, что будут всевозможные попытки манипуляции договориться и так далее. И все это, безусловно, говорит нам о том, что доллар, если и будет укрепляться, будет укрепляться достаточно умеренно. А Россия, естественно, в этой ситуации пока не будет оказывать поддержки рублю. Вот на этом, собственно говоря, мы, как говорится, и понимаем, что вот этот прогноз от 76 до 76.50 становится вполне самым реальным. Вот если ситуация начнет меняться, а также, смотрите, прежде всего, что может сыграть роль? Это, конечно, рост нефти, да? Но мы помним, что нефть начнет поддерживать также и рубль. Но она, на самом деле, может далеко не вырасти, потому что понимаем, что ее будут сейчас всячески давить. Мы это видели, вот они, заявления Пауэлла. Мы слетели с 86 до 81.50. Но, с другой стороны, этот фактор уже вышел, все. Теперь уже только, как говорится, будут спекуляции между 0.25 и 0.50. Теперь мы понимаем, видите, почему вот нефть отскочила сегодня на 82.70? Да потому что все поняли, что на самом деле ставка уже конечна. Что уже вероятность того, что там повышать даже на 0.50, уже становится проблематична. Потому что уже начинаются проблемы в том же банковском секторе. А потолок, напомню, еще не поднят. Поэтому, по большому счету, это все, естественно, оказывает определенное негативное влияние. Для того, чтобы доллар мог каким-то образом достаточно уверенно давить. А мы помним, что, скажем, по бюджету Байдена, инфляция должна опуститься на 2%. И если, естественно, нефть пойдет вверх, те же Саудиты, допустим, вместе с той же Россией, ОПЕК+, объявят, например, сокращение добычи. Все. Нефть вылетит, цены повысятся. Соответственно, инфляция вырастет. И все. И, собственно говоря, опять начнется вот эта борьба. Мы понимаем, что они опять начнут поднимать доллар. А как вот они вот так вот могут опустить? Опять же, нужны разговоры про повышение ставок. Другого варианта нет. Рецессия. Других просто вариантов нет. А мы видим, что дальнейшее повышение ставок приводит к тому, что, в принципе, начинают валиться банковские секторы. Смотрите, что происходило с американским рынком. То же самое. Смотрите. Рынок вначале поднимался вплоть до 4.10. Все как бы подумали, о, наверное, какой-то будет положительный момент. А потом, это вот было вчера еще. Потом произошла вот эта система с банковским сектором. Смотрите, все резко просто полетело. Тут же, кстати, был объявлен вот этот бюджет Байдена, как мы помним. Рынок пытался восстановиться. Вот смотрите, он вот здесь как раз на 3.880. Это очень важная граница. Отсюда фактически начинается медвежий рынок. Если он пробивает, там дальше уже идет 820, 840. И потом 3.770, 730. Все. И там уже медвежий рынок. Поэтому, смотрите, вот сейчас, обратите внимание, мы еще не закрылись, да, у нас еще час еще. Смотрите, как идет борьба вокруг 3.880. Как пытается рынок закрепиться за этим, чтобы не уйти уже медвежий рынок. Локально мы смотрим вверх, а основной трендовый идет вниз. То есть, на самом деле, естественно, вот он. Вот, идет попытка выйти за 3.880. Потому что, естественно, рынки падать не хотят. А вот эта рецессия, риски рецессии, они, естественно, давят на рынки. И в связи с этим, соответственно, мы видим вот эту картину, да. Так вот, это к чему я веду? Это я веду к тому, что, соответственно, если цены на нефть пойдут резко вверх, индекс доллар пойдет вверх, в итоге он начнет давить на рынок. Опять начнутся проблемы финансовые также и в банковском секторе. И в итоге все это приводит к тому, что, естественно, у него ограниченная возможность давить и цены на нефть, и вообще, в принципе, по экономике с Америкой становится все не так просто. В принципе, они сейчас, если не примут этот потолок, а надо понимать, что потолок также надо выплачивать, да, то здесь, конечно, последствия могут быть достаточно серьезные. Вот такая, господа, получилась у нас непосредственно неделя, да. То есть, вот такой был достаточно сложный фон. Много произошло событий. Как видите, и с российской стороны даже появились события, да, и непосредственно общие, мировые, и непосредственно в Америке. И в итоге мы видим, что в финале мы на 76, да. Теперь давайте посмотрим, что у нас по Форексу. 75-85, это как раз, опять же, по доллар-рублю. Значит, смотрите, напоминаю, да, вот такие свечки-закупы могут происходить. В связи с этим, вот смотрите, я вам поставил здесь 75, да. На самом деле, теперь уже, скорее всего, произойдет закрепление 76. Но 75-50, вот 75 не уверен. Но вот такой закуп, конечно, устроить могут до 75, наверное, могут и не дотянуть. 75-50 точно. Ну и могут, наверное, и до 75. Но в моменте, смотрите, да. А оттуда потом, опять, скорее всего, цена будет восстанавливаться за 76. То есть, явно, пока рублю укрепляться не на чем, да, мы это понимаем. А, соответственно, доллар пока у нас еще, как говорится, демонстрирует все попытки двигаться пока еще вверх, да. То есть, индекс доллара, он никуда не откатил. Он немножко опустился, в отличие от облигаций, да. Облигации просто рухнули. А он все-таки 104,5 держит. Мы помним, да. Только, когда мы пробьем 104,5, пойдем на 103,5, вот тогда можно говорить о слабости доллара. Пока нет. Поэтому 104,5 держит. И это, соответственно, вероятность того, что он может продолжать дальше толкать, соответственно, цену, да. Значит, по евро, смотрите, евро, так как доллар немножко перестал давить, вот мы видим попытки выйти на 81. Евро, на самом деле, скорее всего, действительно светит в выход за 81, я вам уже говорил, да. Ну, давайте сразу по уровням пробежимся. Вот смотрите, кстати, интересная картина. Долгый рубль, да. Обратите внимание, вот он у нас, первое, это где у нас проекция, 76 отсекает. А вот непосредственно поддержка по тренгу 76,50. Вот как раз, вот прямо вот здесь нам уже обозначили наш диапазон. Но цель уходит чуть выше, в район 76,80, да. Но, еще раз говорю, при той ситуации, которая сейчас есть, то есть рублю никто не помогает, не исключен возможность, что могут дальше отпустить. Тем более, мы также с вами только что узнали, да, что инфляция в России, наоборот, занижается. То есть, фактически рублю отказывать, вернее, оказывать поддержку никто не будет. И надо учитывать, что и, в принципе, продажи, да, в рамках бюджетного правила, мы помним, тоже объемы сократились. Значит, смотрите дальше. По евро-рублю, соответственно, у нас светит в итоге картина, скорее всего, на 81,81,50. Цели, смотрите, уверенно уходят за 83, да, прямо за 83, на 82,50 как минимум. Поэтому тут, конечно, надо будет посмотреть, понаблюдать, но евро тоже демонстрирует однозначную постепенную политику повышения, да. Мы видим, что лаи однозначно подтягиваются и с большой вероятностью, что, конечно, они в район 81,81,50 войдут. Тем более, еще раз говорю, рубль не оказывает никакого сопротивления. Ну и юань, смотрите, в итоге отскочил на 11. Мы думали, что он все-таки начнет потихонечку даже возможно ослабление, 10,8,10,70. Нет, нет, юань у нас вышел к 11. Но вот выход за 11, да, вот в эти цели, вот смотрите, они здесь уже встретились на 11.30. 11.20, 11.30, они уже встретились. То есть, все равно, как ни крути, но эти цели, они как бы не отступают по той динамике, которая, видимо, есть, да. То есть, вот этот 11, если пробьют, ну, с большой вероятностью, что туда можно пойти. Хотя, еще раз говорю, чисто фундаментально, пока ситуация непонятна. То есть, по Китаю там статистика пока говорит о том, что у них экономика немножко не так быстро развивается. Возможно, скажем так, юань еще укрепился на том, что все-таки выбрали опять Синдзипина, подтвердили, возможно. То есть, надо смотреть, тут как бы много факторов, которые валюта есть валюта, всегда на них очень много факторов воздействия. Поэтому мы и смотрим все эти календари и так далее. Ну, в общем, надо посмотреть, как вам удастся закрепить эти 11, да, потому что пока мы видим, что доллар, он, конечно, немножко ослаб, да, возможно, на этом. Ну, да, доллар ослаб, поэтому, соответственно, и юань, и евро немного подросли. Но эта картина, еще раз говорю, может довольно быстро поменяться. Ждем теперь, естественно, следующей недели, господа. Самое главное событие у нас, конечно, впереди. Это 21 число, это у нас будет принятие ставки ФРС. Но следующая неделя, сразу говорю, первым делом, на что мы, конечно, обратим внимание, это все, что связано с рынком труда и, безусловно, с запасами на нефть. Я еще пока не видел весь календарь, не изучал, сразу скажу вам, но там я знаю, что те события, которые будут происходить каждую неделю, очень важные. И, естественно, это может привести к еще дальнейшему укреплению доллара против всех валют. Ну, и, соответственно, ослабление рубля. То есть, надо понимать, что пока, скорее всего, это будет диапазон, но который постепенно может меняться, учтите. Потому что, еще раз говорю, поддержки рублю никто не оказывает. Ну, вот, собственно говоря, вот такая у нас, господа, прошла неделя. Достаточно все было интересно. Следующее, поверьте мне, будет не менее интересно. Так что, обязательно следите за нами. Соответственно, в воскресенье я сделаю уже обзор в следующей неделе. Новый будет календарь. Также его разберем. Видите, как за эту неделю мы, в принципе, сместились по курсу. Как раз, получается, вернулись там, где было у нас максимальное значение. Мы к нему пришли. Ну, и вот эти 7650 теперь у нас, как говорится, вполне себе стали реальны. Про канал также вам напоминаю. Те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, а вообще финансовым рынком, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Также, видите, очень много полезной информации. Она всегда свежая. Всегда отслеживается только самое важное. Никакой воды. Ну, и, соответственно, там всегда я на прямой связи. Всегда можешь со мной задать вопрос, проконсультироваться и так далее. И прямые эфиры тоже. В них тоже можете участвовать. На этом, господа, я заканчиваю. Еще раз напоминаю, что следите за нами и будьте в курсе.